здравствуйте вы смотрите проект гости сегодня с нами девушка которая сделала спорт неотъемлемой частью своей жизни и профессии на сегодняшний день одна одна из ведущих экспертов в области фитнеса и здорового питания в россии все это ирина турчинская здрасте ирина вроде так бы и слушала вас продолжайте ирина турчинская известный специалист по фитнесу и здоровому питанию автор собственной методики упражнений для снижения и контроля массы тела в детстве ирина посещала секцию художественной гимнастики а в юности добилась звания вице-чемпионки москвы по бодифитнесу несмотря на наличие высшего образования в сфере компьютерной безопасности решила реализовывать себя как профессионал в области спорта увлеченность своим делом со временем принесла ирине заслуженный успех на сегодняшний день она является одним из самых авторитетных в россии специалистов по здоровому образу жизни вы человек я так понимаю увлекающийся и увлеченный до исследователь по натуре пока горю да 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 что сейчас в приоритете если можно выделить то есть какие направления может быть по отношению к владивостоку вышли на первый план может быть в принципе что-то вас сейчас больше увлекает а и мне интересные проекты да вам тоже интересно проект одного банка не буду называть название банка но проект заключается в следующем берутся обычные люди сотрудники без отрыва от производства работаем по 10-12 часов тем не менее соблюдают правильное питание и выполняет определенной тренировки режим тренировок у них довольно интенсивный кстати где-то 5 тренировок в неделю за месяц 5 недель если быть точным эти люди меняют себя на два на три размера это правда и вот скоро мы едем в узбекистан на финал но будем там отъедаться приходить в себя шучу еще один проект очень интересный так кисловодск это база юг спорт россии для меня это конечно удивительное место потому что вот как и во владивостоке я понимаю что огромное пространство очень хорошие климатические условия там среднегорье интересно как реагирует организм на нагрузку потому что уже небольшая нехватка кислорода и организм даже при обычной ходьбе в горку с горки но ведет себя очень интересно тебе трудно ходить и это это используют спортсмены при подготовке к своим соревнованиям это могут использовать обычные люди потому что очень хороший эффект получается вот на нахождение в таком месте я там обошла все возможные горы там малое седло большое седло сам кисловодск очень красивый город и вот найдя во владивостоке приехав сюда и увидев сколько здесь всего интересного можно делать ходить на завтра у нас предстоит поход мыс табизина спасибо мыс табизина если позволят погодные условия потому что пока под вопросом и утром будет пробежка да моя профессия это действительно со стороны кажется господи какая хорошая профессия как же легко приехал побегал попрыгал что-то рассказала уехал на самом деле да это погружение в материал это не всегда такой праздник это конечно труд это книги это тренировки и свои и с людьми с которыми я работаю это умение поддержать умение не поддаваться иногда на провокации потому что организмы всегда любят нас увести от тренировок либо что-то заболела либо что-то застучало и очень часто физиологические нюансы организмов люди воспринимают как все стоп надо остановиться что-то мне не очень хорошо поэтому я пойду что-то съем и не буду заниматься моя профессия это уметь вселить в людей веру в их силы собственные понимая прекрасно при этом физиологические нюансы то есть здесь главное не быть человеком который ведет людей не туда а понимать как функционирует организм как работает психика что нужно телу в первую очередь вот кстати я сижу и думаю сказала в подводке что вы сделали спорт своей профессии а вы сами как считаете вы сделали спорт профессии или спорт сделал вас профессионалом привлек меня до второе скорее потому что я не называю себя спортсменом я спортсмен любитель я выступала несколько раз на соревнованиях по фитнесу и спортсмены других видов спорта очень часто спрашивают а что это фитнес да будет фитнес это спорт конечно конечно нет конечно это просто умение заботиться о своем теле я с натяжка могу назвать свою дисциплину по которой у меня карточка не карточка скажем красная такая книжечка кмс кандидат мастера спорта для меня это возможность я работаю не со спортсменами я работаю с людьми которые которые никогда не были связаны со спортом но они очень хотят попробовать возможности своего тела и поэтому и очень активно интересуюсь спортивной частью мне нравится смотреть соревнования мне нравится смотреть конечно олимпиады потому что кажется что это зрелищно и красиво я за этим вижу огромный труд ну и если вы хотите честь честь страны в которой я живу конечно это это достойно это стоит стоит хотя бы видеть и периодически прикасаться к этому хотя бы через голубой экран страсть к активному образу жизни к тому чтобы строить свое тело охватила ну такую достаточно широкую российскую аудиторию в общем то уже несколько лет назад достаточно много лет назад но тем не менее как я могу судить и в этом направлении есть свои какие-то этапы да и даже не ну некие тенденции некая мода на то какому телу стремятся любители здорового образа жизни что у нас сейчас в качестве я люблю crossfit я люблю большие тела проработанные вот всю жизнь будучи вот в одном весе довольно стройным я понимаю что комплименты которые получают свой адрес боже какая вы стройной для меня это не комплимент для меня думать так недобор опять у меня опять не хватает мне мышечной массы чтобы чувствовать себя таким вот человеком киборгом шучу немножко но мне правда нравится когда тело имеет не просто правильные цифры на весах а когда тело развито и вот это развитое тело его если честно можно добиться разными способами разными инструментами именно поэтому в современном зоше движение так много различных направлений вы можете заниматься йогой на гамаках вы можете заниматься пилатесом если вам что-то не позволяет по опорно-двигательным вы можете заниматься кроссфитом пожалуйста умеете делать тяги и рывки вам туда если вы любите хардкор то кроссфит это для вас конечно да и начинает скандинавской ходьбы и заканчивая супер триатлонами конечно современный мир дает тебе возможность проявить себя в разных дистанциях в коротких взрывных дисциплинах в дисциплинах которых требуется 20 часовое присутствие на площадке я имею ввиду сверх марафоны и различные вот именно на выносливость на долгое преодоление себя занятия и виды спорта каждого цепляет свое вот я сегодня была в океанариуме и понимаю что ребята которые работают с животными это спортсмены профессиональные выступающие это видно по их телам сразу сканируешь то есть любой человек который когда-либо что-то в своей жизни делал со своим телом вот рыбак рыбака видит издалека и вот точно так же тело показывает да конечно малейшими повадками и движения что она делает так вот профессиональные спортсмены говорят что тренировать животных работать животными они даже слова тренировка дрессура не употребляет это конечно любовь и это взаимодействие меня поразила эта история что для меня все оказалось спорт это вот дисциплина и если спортсмен что-то делает он это делает исходя вот из этих показателей когда они говорят что нет тут дело не в дисциплине а в любви и что с животными важно наладить контакт и тогда она будет делать все что ты хочешь если этого контакта нету энергетического говорят эти люди то ничего не получится в общем для меня владивосток это какой-то город откроен город каких-то новых наблюдений эти наблюдения конечно яркие вижу например их знакомых когда человек начинает стремиться какой-то определенной форме спортивной впадает в некую крайность когда все уже хорошо процесс пошел и явно видны изменения но приходит вечно неудовлетворенность тем какой ты хотя объективно ты в разы лучше чем в той стартовой точке в которой ты начинал как соблюсти вот этот тонкий баланс между тем чтобы продолжать самосовершенствоваться но при этом научиться любить себя и не ругать себя все время за то что ты не так идеален как где-то там себе представляешь я вчера как раз на вступительной лекции говорила и прям смех стоял зале потому что я думаю многие узнали себя в этой ситуации есть такие новобранцы они же экстремисты они же значит это просто этапы развития это надо пережить они были в жизни каждого человека и в моей жизни тоже было такой был такой момент когда он боже ну зачем же я так к себе относилась ничего через несколько лет все пройдет как пубертат напереду пубертат абсолютно точно вот прям радикальные как любые любые свежие движения вначале не бывают радикальными человек который погружается в эту он сначала находится в ученичестве и ему кажется его психике что чем четче он будет соблюдать все пункты этого ученичества съесть только рис только 150 грамм грудки только миндальные орешки принципиально миндальные если мы говорим про фитнес часть правды в этом есть потому что там идет набор определенных микроэлементов в которых нуждаются спортсмены в большей степени но пока орешки и курица человек достигает своей идеальный на его взгляд формы находится в ней такой период плата когда очень хочется удержать эту форму потом все равно психика работает так что начинают вот эти внешние скажем желание тебя манить и человек начинает потихоньку что-то пробовать а дальше начинается вот высший пилотаж когда он понимает есть два варианта первый вариант значит когда бросают а и все надоел мне спорт пойду-ка я в обычную жизнь обычного человека второй вариант когда он умеет уже правильно выбрать что-то какие-то радости в жизни не сильно меняя при этом форму вот это тот высший пилотаж он случается лет через десять после начала занятий скажите а что касается неких тенденций здорового питания которые тоже сменяет одна другую но в которых как вы верно выразились важно найти нечто индивидуальное да и гармонично сочетающее возможно все течения направления вы для себя какую какую золотую середину выбрали лично вы я для себя выбрала коктейльчики знаете есть есть радикальные истории там нет ничего кроме жиров вот сейчас жиру жир знаете вот это новое новое направление когда мы на жирной диете с большим количеством жиров но с минимум всего остального корректируем свой вес были у нас истории с кремлевскими диетами с диетами дюкана когда мы очень сильно убирали мы люди которые этим занимались убирали углеводы мы все знаем людей которые находятся на растительной пищи не едят животные белки это все для меня экстремизм это для меня как раз болезни растущего организма человек как единица биологическая это очень долгая история если брать развитие нам нужно было надо было все нужны были корешки нужны были семена и нужен был белок строительный материал вот для меня самое правильное это классика это определенное соотношение как круп в рационе овощей фруктов жиров и белков растительных и животных вот такой веер мне очень нравится фраза моего знакомого доктора диетолога который говорит у вас есть фортепиано клавиатура с большим количеством клавиш и октав зачем вы чижико-пыжико играете объясните мне каждый раз употребляя очень ограниченный набор продуктов вопрос количество вопрос количество и все-таки разнообразие а ваша система питания не мешает вам экспериментировать вот в рамках каких-то ваших путешествий ведь мы когда географически перемещаемся в том числе любопытно да бывает попробовать и новую кухню вот ваш образ жизни для вас это всегда возможность и экспериментировать и оставаться в рамках сну своего какого-то режима да я классический пример приведу владивостокские гребешки они великолепны я и конечно же попробовала это то что я не могу встретить в москве в таком качестве до в такой свежести и тут же принесли корюшку которая на мой взгляд была мы не лично жирновато вот не зож не фитнес я попробовала я знаю что такое корешка но основное блюдо для меня был все-таки белок такой правильный без большого количества жира не мешает а помогает потому что это новые вкусы это новые сочетания ты видишь в тех же салатах что оказывается можно положить манго вместе вот с тем же гребешком и это получается очень вкусно еще вопрос в продолжении о системах питания мне кажется многих людей от того чтобы питаться более правильно удерживает мысль о том что если мы говорим здоровое питание подразумеваем тут же постоянный самоконтроль и самоограничение между тем люди которые живут в этом зачастую предоставляют собой настолько ну примеры кайфующих от жизни от своего образа жизни людей что сложно предположить что одним только самоконтролем на и и самоограничениями этого можно добиться вы поняли да конечно поняла я думаю так успею сделать глоток и все правильно говорите все равно успею абсолютно правильно говорите потому что потому что это не постоянное самоограничение это понимание вот смотрите вся еда которая вы видите она имеет видовые отличия цвет форма размер запах становясь в нашей внутренней средой организма вся эта еда извините да за такое сравнение становится серо-буромалиновой уже в желудке уже без какого-то понимания что это было бывшая гречка или бывший рис ну а дальше в процессе переваривания она становится вообще для организма элементарными частицами глюкозой или сахаром крови жирными кислотами и аминокислотами переваренными жирами переваренными белками и вот видя это вот понимая эту суть можно позволить себе все не надо упираться в эту сухую куриную грудку нужно знаете как научиться сначала прочитав ноты учиться экспериментировать импровизировать понимая прекрасно из чего мы состоим из чего устроены все продукты зная это очень просто набрать себе тот самый коктейль ту самую калорийность которая тебе позволит а получить удовольствие от жизни бы получить то тело которое ты хочешь ну и второй немаловажный элемент если бы увидели как едят спортсмены вы бы поняли что эти люди ни в чем себя не ограничивают у них от 3000 калорий в день только начинается минимальная калорийность 3 4 5 до 6 тысяч они съедают и при этом они конечно мега профессионально выглядят но и чувствует себя большое количество физической нагрузки поэтому хотите получать удовольствие от жизни знаете из чего состоят продукты найдите свою калорийность и самое главное 3-4 раза в неделю тратьте то что вы съедаете получает этого удовольствия у таких людей как вы и у вас в частности есть какие-то ну знаете то что американцы называют guilty pleasure такие вредные привычки которые вы себе позволяете редко но но позволяющий взорванию да конечно я позволяю себе так как я живу с дочкой мне очень удобно позволять себе купить какой-то десерт разделить его напополам я точно понимаю что я не целую порцию съела как обычно человек а я съела всего лишь половинку и у дочки такая же история на год маму всего то есть это вот сразу ты в четыре раза снимаешь ответственность съев эту половинку это происходит праса два в месяц этого точно не каждый день то что я совершенно от чего я отключена это от всех сахаров от шоколада от пастилы а вот от каких-то вот таких развлечений от конфет мне нравится вкусный правильно хорошо сделанный десерт который сделал кондитер и который вот я так тестирую иногда даже вечером мы упомянули вашу дочь ксению если не возражаете один вопрос по поводу нее насколько я знаю она пробовала себя в качестве модели даже какие-то заграничные контракты несмотря на свой юный возраст успела получить да она закончила школу и говорит мам я поступила вот мои результаты егэ там хорошие очень баллы я поступила в высшее учебное заведение она прошла внутренний конкурс внутреннее собеседование вернее она говорит все хорошо я могу здесь учиться но можно я поеду в китай потому что у меня контракт на три месяца у меня была дилемма сказать ребенку нет иди учись высшее образование или дать ей год попробовать себя вот в другом контексте нежели студент иногда родители обеими руками за то чтобы ребенок продолжал их стезю в ином случае двумя руками против того чтобы там актер она очень часто возражает что дети шли в их профессию в этом смысле вы хотите видеть вашей дочери будущего сподвижника и продолжателя вашего дела или вот то что она попробовала уже какую-то фэшн историю да там не знаю что попробовать в дальнейшем вы наоборот приветствуйте знаете ксюша года в три перестала нуждаться в моем воспитании я сейчас не кокетничаю это вопрос это вопрос человека который у тебя родился это немножко лотерея потому что это огромное количество помимо того что ребенок копирует родители ребенок несет на генетическом уровне я совершенно точно уверена огромное количество качеств и характеристик своих личностных да и вот для меня ксюша это повторение мамы володи соответственно моей свекрови которая всю жизнь была до так у но она и сейчас слава богу да все жива-здорова которая четко понимала всегда что она хочет что ей нужно и никто из окружающего мира никак на это не мог повлиять вот ксюша унаследовала вот эти качества все то что она выбирает я понимаю что она а это доведет до конца и б для нее это не просто эмоции или блажь а ей это действительно очень надо и вот это даже модельный бизнес ну понятно что для многих молоденьких девушек это прям такая история вау как это интересно и да она пошла вроде бы по этой стезе красиво улыбнуться в камеру но я понимаю что для нее это самовыражение что для нее это эстетика и красота это возможность посмотреть мир она мне сказала мам я просто хочу пожить в китае почему бы мне там еще не поработать и я двумя руками за все ее начинание она в этом смысле не нуждается ни в какой коррекции знаю что буквально через какое-то очень короткое время вы выйдете к аудитории которая наверное уже собирается ждет вас на острове русский да с каким посылом вы выйдете к ним сегодня если можно это озвучить пусть этот посыл прозвучит и для нашей телеаудитории я могу вам сказать что девушки обращаясь прежде всего к вам возможно в течение долгого времени своей жизни радоваться своему телу быть в комфорте в гармонии не изображать что тебе хорошо а просто излучать это состояние знать что в жизни бывают периоды когда не очень хорошо когда даже иногда трудно но все зависит от отношения моя просьба даже не совет попробуйте все ситуации с которыми вы сталкиваетесь непростые жизненные по работе по каким-то личным моментам облегчить посмотреть на это со стороны и действительно с улыбкой пусть она первое время будет немножко не честно не искренней вот потом вы привыкнете все воспринимать очень комфортно и и самое главное знать что правда все в ваших руках и отражение в зеркале это то что вы сделали в этой жизни с вашим телом точно так же то что вы видите в жизни это отражение вашего выбора вашего образа мысли и ваших действий самое главное вы очень позитивная очень искренне приятный человек поэтому спасибо что были у нас гостях спасибо большое